Здравствуйте, товарищи! Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. В стране под прикрытием борьбы с коронавирусом происходят события, сильно напоминающие государственный переворот. Одним из важнейших признаков переворота является смена власти, осуществляемая обязательно с нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм. Вот что произошло всего за один день. Первое. Принят закон, дающий право вводить правительству чрезвычайную ситуацию в стране. Напомню, это прерогатива президента. Второе. Парад самоизоляции регионов. В Краснодарском крае указом губернатора Кондратьева введена не самоизоляция, а карантин. Это не прерогатива губернатора. Третье. Крайне мутное антиконституционное совещание с регионами, которое провел вчера Собянин в рамках какого-то там органа Госсовета. Ну а что, Собянин президент? Четвертое. Малопонятное выступление Медведева. Пятое. Принятые вчера законы о зверских наказаниях за нарушение самоизоляции и о распространении информации, которую власть посчитает фейковой. Шестое. Презентованная вчера система QR-кодов Собянина, которая устанавливает тотальный контроль в столице за перемещениями граждан и транспорта, в том числе за перемещением военных и спецслужб. Седьмое. Готовящийся закон об ограничении работы в РФ иностранных соцсетей. Не удивлюсь, если его также примут за один день. Это значит, что Ютуб может быть закрыт и люди не смогут получать правдивую информацию. Восьмое. Новость вчера о заражении коронавирусом главврача больницы в коммунарке, который встречался с Путиным. Девятое. Сегодняшняя утренняя новость про то, что Путин проведет совещание с Кабмином, несмотря на выявление у главврача коронавируса. Как известно, раскручиваемый в масс-медиа вирус особенно бьет по пожилым людям. А президент РФ, несмотря на усилия косметологов, все же мужчина не молодой. Поэтому вполне возможно, определенные группы в его окружении готовят его к смерти или иному исчезновению с голубых экранов. Товарищи, нужно четко понимать, что под прикрытием психоза коронавируса проводится грандиозная спецоперация. Россия ударными темпами загоняется в электронный концлагерь, в котором больше не будет даже тех ошметков гражданских прав, которые остались в виде некой бутафории после уничтожения СССР. Отмечу, что сам вирус безусловно существует, но его опасность не более чем от любого другого вируса. Достаточно вспомнить птичий гриб, свиной гриб, атипичную пневмонию, лихорадку Эбола. Кто-то во время разгула этих вирусов устраивал подобную нынешнюю истерию. Никто. Поэтому очевидно, что эта проблема максимально гипертрофирована. Советская система здравоохранения справилась бы с этой эпидемией одной левой. Так что никто и не заметил бы. Расчет сделан на то, чтобы посеять панику. Для этого вирус должен иметь не столько высокую смертность, сколько большой процент осложнений, требующий искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии. Нынешняя, оптимизированная Путиным, система медицины на это не рассчитана. Хлипкую плотину прорвало сходу, так как больницы до этого уничтожались 30 лет. Теперь немного сухих цифр. Согласно закону, для объявления эпидемии, а следовательно карантина, необходимо, чтобы число заболевших подтвержденным диагнозом состояло 5% от жителей региона или города. Для Москвы, если считать, что в ней проживает 15 миллионов жителей, число заболевших должно быть 750 тысяч человек, а на сегодняшний день заболевших 1880 человек или 0,0125 процента. То есть сегодня число заболевших в 400 раз меньше, чем нужно для введения карантинных мер. Поэтому рассуждение о коронавирусе с точки зрения вирусологии, эпидемиологии изначально ложный путь, ложный флаг. Пока эксперты обсуждают медицинскую точку зрения, старый мир перестал существовать. В стране остановилась экономика. Сфера услуг умерла сразу. Вся, всецело. Производственные предприятия остановились. Немногие, сохранившиеся после ельцинско-путинской деиндустриализации заводы и фабрики, опечатаны. На ладан дышит логистика. Торговля, львиная доля которой это распределение по стране импортного, преимущественно китайского товара, умирает в эти минуты. Продаж нет, а кредиты и НДС платить нужно. А нечем. На закупку новых партий товара денег нет и не будет. Все это в самое ближайшее время приведет к тотальному дефициту всего. Масштабы изменений не сопоставимы ни с чем. Страна почти остановилась. И все это сделано в рекордные сроки. События идут не просто с рекордной скоростью, но и с постоянным ускорением. Принимаемые меры обрушили лавину созревшего экономического мегакризиса. Через месяц-два у людей закончатся последние сбережения и еда. Что после этого будет, никто не в силах даже предположить. Есть все основания думать, что под прикрытием истерии коронавируса прямо сейчас в стране идет полным ходом госпереворот. Темпы бешеные. За один-два дня принято без всяких обсуждений четыре важнейших документа, коренным образом изменяющие жизнь всех и каждого. Первое. Система QR-кода в Москве. Второе. Закон о чрезвычайных полномочиях правительства. Третий. Закон о драконовских штрафах за отрицание всего этого бреда. Четвертое. Продление карантина в Москве до 14 апреля. И все это только за один день. Система QR-кодов – это полностью оккупационная фашистская схема. Тотальный концлагерь. Вы в магазин не сможете пойти, не спросив разрешения в мэрии. Проехать в метро – опять разрешение. Следующий шаг. Невозможность совершать покупки без QR-кода и отмена наличных. Как заявил представитель мэрии, чтобы получить этот код, нужно зарегистрироваться на портале мэра. Не мэрии, а именно мэра. Оговорочка, как говорится, по Фрейду. Если всему этому не помешать, то разрешение сходить в туалет вы будете спрашивать лично у Собянина. Изучая QR-приложение для слежки за жителями Москвы, эксперты пришли к таким выводам. Приложение получает доступ по всей информации на телефоне. GPS, камера, местоположение, возможность звонить, просмотр любых данных, доступ к любым настройкам. Приложение передает собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде, без какого-либо шифрования. Это провал. Для распознавания лиц приложение использует эстонский сервис Identix One, то есть передает фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии. Обе страны входят в НАТО. Разработкой приложения занимается компания Gascar, подрядчик инфогорода. В QR-кодах зашифрованы Mac и E-mail, индивидуальные идентификаторы устройства, вашего устройства, смартфона. На приложение было потрачено 180 миллионов рублей. Судя по его качеству, украдено было 99% этой суммы. Прямо сейчас идет парад самоизоляции регионов. В каждом свои особенности. Например, тот же Собянин открыто с 4 апреля призывает регионы вносить изменения в Федеральный кодекс об административных правонарушениях. Не стоит ли профильным юристам присмотреться повнимательнее к этой ситуации? Не попахивает ли это сепаратизмом? У меня дежавю. Невольно вспоминается конец 80-х и начало 90-х, когда Россия погрузилась в кровавый парад суверенитетов. Все это делается при одобрении тупого, перепуганного, агрессивного стада, находящегося в состоянии истерики. Путинские СМИ совсем недавно с упоением смаковали скотство жителей поселка Новой Санжары в Полтавской области так называемой Украины. Там местные жители готовы были поубивать своих земляков только потому, что им казалось, что они заражены коронавирусом. Однако Новосанжарский синдром актуален и для других регионов России, в том числе и для РФ. Самое страшное, что испуганные и доведенные этим испугом до скотства граждане, если истерия продолжится, будут активно поддерживать госпереворот под личиной борьбы с вирусом. Именно эти, зараженные Новосанжарским синдромом двуногие, будут готовы убить тех, кто говорит правду, кто призывает не поддаваться панике, думать, сопоставлять цифры и сопротивляться введению электронного концлагеря. Товарищи, друзья, не поддавайтесь панике, не становитесь стадом, который испуганно бежит на бойню. Каждый, кто молчаливо или агрессивно поддерживает так называемый карантин, предатель своих предков, своих детей, своей родины. Думайте своей головой и действуйте. На кону не только ваше будущее, но и будущее ваших детей. Отдельно обращусь к чиновникам, полицейским, нацгвардейцам и военным. Выполняя непонятные директивы, вы можете совершить преступление. Подумайте об этом. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok